Привет. Сегодня речь пойдёт об отечественной игре по отечественной книге. И так получилось, что как раз к этой теме у меня для вас есть отечественные книги, связанные с играми. Возможно, вы знакомы с жанром ЛитРПГ. Если не знакомы, то это что-то в духе Sword Art Online, если вы знакомы с аниме, если не знакомы, то дай вам бог здоровья и мужественности продолжать в том же духе. Короче, это жанр о приключениях человека из реального мира в мире виртуальном, например, в MMORPG с шлемом виртуальной реальности. Так вот, у меня для вас есть два набора по восемь книг от писателя Владимира Кретова. Первая книга в его серии Легенда доступна для всех бесплатно, а восемь частей продолжения я отдам двум случайным комментаторам. Вам не обязательно подписываться, делать какие-то другие лишние телодвижения, просто оставьте комментарий и укажите в нём почту или в ВК, куда я скину вам коды на книги. 20 июня через рандомайзер первые два выпавших комментария с указанием обратной связи получат книги. Ну, а теперь… Невремя для драконов. Сложно представить, что кому-то в современном мире зачем-то понадобится игра Невремя для драконов. Пожалуй, если бы я не захотел в этом году прочитать книгу, то данное интерактивное развлечение так бы осталось для меня неизведанным, но на свою голову я сначала прочёл книгу от товарищей Лукьяненко и Перумова, а потом залез в игру. Интерес к игре был завязан только на книге. Невремя для драконов – книга, а не игра. Это такое камерное фэнтези. В книжечке, которая читается за пару-тройку вечеров, нас знакомят с огромным миром, в котором смешаны фэнтези с магией, современный мир и ещё третий неизведанный мир, где царит сферическая магия в вакууме. Виктор, герой книги и игры, врач из Москвы, оказавшийся в фэнтезийном мире из-за того, что решил приютить у себя на ночь раненую 13-летнюю девочку. Приютить не буквально, он вроде как хотел её с утра к родителям отвезти, но в итоге девочка по имени Телли завела его в параллельный мир, где Виктор становится чем-то типа избранного. Хотя это слово тут не совсем подходит, потому что Виктор не случайный человек. Его бабуля когда-то была в этом фэнтезийном мире, но свалила оттуда в Москву, в наш мир, который жители фэнтезийной части зовут изнанкой. В книге очень много всяких небольших вводных, очень много фоновой информации о мире, которую до конца никто не раскроет, и вопросов после прочтения будут десятки, а ответа найти не получится. Что, однако, становится плодотворной почвой для беседы с другими читавшими, где вы можете высказать свои теории. И когда книга оставляет столько вопросов, а по ней есть игра, то так и тянет её попробовать. В 2007 году, когда вышла игровая адаптация «Не время для драконов», мне было не до неё. Там надо было Ведьмака первого проходить, Mass Effect первый, а ещё 11 класс как-то заканчивать. Короче, не время для невремени. Ну а сейчас почему бы не попробовать, но забегая вперёд скажу, что лично для меня игра в отрыве от книги не несёт никакой ценности. Прежде всего, потому что основной квест игры полностью копирует сюжет книги. И сделано это странно. Стартовая катсцена даёт надежду. Она озвучена актёром и вводит игрока в курс дела. Но это первая и последняя озвученная катсцена в игре. Будет ещё финальная сцена, секунд на 5-10, но уже не озвученная. Никакую Москву в игре не показывают. Всё начинается сразу с фэнтези мира. И о третьем мире, мире прирождённых, в игре вообще тишина. Покажут только Срединный мир, то есть эту фэнтезийную часть. В Срединный мир переходят только избранные, которые идут лесом у себя в Подмосковье и внезапно оказываются в фэнтезиатине. К таким гостям там люди привыкли и людей с изнанки видят сразу по одежде. Книжный Срединный мир представляет собой смесь из классического фэнтези с эльфами, гномами и магами, и с такой лёгкой ноткой технологии. Есть освещение на улицах, ходят поезда, но нет там никаких электростанций, например. Да и зачем, когда есть магия? Виктор, кстати, как аватар, не который Кэмерона, а который анимационный, должен пройти инициацию четырьмя магическими стихиями. Огнём, землёй, воздухом и водой. Фишка книги в том, что Виктор половину пути не понимает куда и зачем идёт отель, та самая тринадцатилетняя девочка, действует как серый кардинал, не давая никаких намёков, чтобы Виктор раньше времени не осознал своё прошлое. В игре же после первой инициации, причём довольно быстрой, всё тайное становится явным. Да и сами инициации становятся какой-то дичью, где Виктор с друзьями просто приходят прямо домой к магам и устраивают там геноцид. Никаких интриг, никакого интереса, никакой собственной добавочной стоимости. Пересказ основного сюжета сделан почти буковка в буковку, разве что инициация Земли прошла с другим магом. В книге речь шла о конфронтации с лидером магов Земли, а в игре зачем-то его слова и действия передали другому, какому-то абсолютно случайному герою. Учитывая, что сцена повторяет книжную, это смотрится странно. И копирование сюжетной линии из книги тоже смотрится странно, учитывая, что у нас тут варианты вроде как диалога. И как вы понимаете, в рамках основного сюжета эти варианты вообще ни на что не влияют. Ну ладно, влияют на персонажей, которых вы берёте к себе в партию, некоторым можно отказать. Да, именно некоторым, тем, которые в книге с Виктором не путешествовали. Побочные квесты разве что авторские, но сделаны они так, чтобы не пошатнуть каноны. В книге Срединный мир населён кланами. Есть четыре магических, связанных со стихиями – вода, воздух, земля и огонь. А есть множество неких тотемных кланов. В книге даётся немного информации, что таких кланов много, что они слабее кланов стихийных в магической силе и выделяют в книге лишь клан кошки. Клан шпионов и интриганов. В игре ввели всякие волчьи и медвежьи кланы, чьи проблемы можно порешать за деньги и экспу. Там даже есть парочка квестов, где ваши решения как бы влияют на ход событий, типа встать на сторону одного клана или другого, когда у них открытая конфронтация. Что смотрится странно, потому что книжный Виктор максимально не палится и вмежду усобицей уж точно не встревал, потому что почти с самого начала за ним охотились маги воды и воздуха и очень хотели его убить. А мы говорим о пересказе книги, то есть перед нами тот же самый Виктор, не какой-то другой. В остальном же побочки как кланов, так и просто рандомных NPC в городах – это классическое «падай принеси». Иногда доходит до абсурда и мы ищем загулявшего от жены мужа. Без двойного дна, просто сходи, найди мужа. Или вот идём в лес за лекарем для жены мужика, потому что лекарь сам из леса не придёт, потому что в лесу волки его надо охранять. Правда, после выполнения квеста лекарь тупо уходит в одиночестве. Короче, просто там беготня за дополнительными деньгами и экспой. И получается нечто странное с сюжетом. Игра займёт часов 20, а то и больше времени, но при этом это краткий пересказ книги, если мы говорим об основном сюжете, потому что большая часть интересностей книги вырезана. Зато есть прекрасная концовка, где мы собираем сет дракона. Если что, в книге ничего подобного не было. В игре же Виктор ходит по однотипным пещерам, которые сменяют друг друга вот прям подряд, и одевается в некие доспехи дракона с кольцами и амулетом. Сделано это, чтобы был хоть какой-то мостик такой между инициацией и концовкой, иначе бы игра вот прям слишком резко кончилась. И концовка, кстати, это прям вот отдельный респект. Некоторым читателям и книжный финал не очень зашёл, но там хотя бы был эпик, бились драконы. В игре же... Видимо, авторы восприняли название буквально, и в не время для дракона, им показалось нелогичным рисовать и анимировать, собственно, драконов. Наверное, раз сюжетом не задалось, то геймплей всё перекрывает. Ну, смотрите. Ближайший геймплейный ориентир – это Dungeon Satch, конкретно первая и вторая части. Ходим, вырезаем врагов, изредка прожимая скиллы и хилки. Как Диабло, только у нас не один герой, а партия из шести. Но в это всё добавили тактическую паузу, промахи по врагам и прочие приколы больших компьютерных рпг в духе Baldur's Gate. Смесь своеобразная, по вкусу на любителя. Отдельный прикол с саппартийцами. Максимальное количество бойцов в отряде – шесть. Найти можно больше пяти саппартийцев, но механики отправки бойца подождать куда-то или навсегда отпустить тут нет. Да даже просто остановиться и поболтать с саппартийцем нельзя. Поэтому если вы вдруг решили не отказывать всем бойцам, которые пожелали путешествовать с вами и помогать, то ближе к финалу узнаете, что есть ещё желающие, ну как минимум один я точно знаю. Но взять их уже никак нельзя. Даже заместить погибшего союзника не получится, потому что погибнуть ваши бойцы не могут. Они автоматически воскресают через пару десятков секунд. А игра заканчивается только при полной потере партии. С другой стороны, вот такая фишка с напарниками, которых ты как бы не всех можешь взять, вроде даёт плюс в плане реиграбельности. Основная геймплейная беда, на мой взгляд, это скудность активных навыков. В особенности у физических дамагеров. У воина довольно большая страница навыков, где есть отдельная ветка для меча, отдельная для топора, для двуручного оружия и даже зачем-то для лука. Универсальных навыков в плане оружия нет. Качнули активки меча, но нашли мощный топор. Ну, поменять это оружие вы можете, но ваши активные навыки превратятся в тыкву. Хотя от тыквы пользы было бы всяко больше, чем от непрожимаемых навыков. Есть отдельный напарник, стилистически связанный с техникой, и у него целая страница пассивных навыков, и есть такая же, кстати, у главного героя. Вы просто представьте себе, целых 15 пассивок, ни единого активного навыка. Это вообще какой-то бред. Вроде бы интересный концепт персонажа в стилистике то ли стимпанка, то ли техно-фэнтези, как это назвать. Он вот рушится, огромный член, который на его проработку положили авторы, ибо у него просто вместо классического меча некое подобие цепного меча из Вархаммера, а вместо лука и арбалета огнемёт и винтовки. И вся суть этих техногенных орудий просто в скорости. Цепной меч и огнемёт бьют крайне мало за одну атаку в плане урона, но в секунду делают прям несколько атак. А анимация удара обычным мечом или выстрелом из лука занимает несколько секунд. Но урон при этом наносится физически, и вражеский воин не умрёт быстрее от того, что его поливают из огнемёта, а не стреляют из лука. И чёрт бы с ним, что вот это различие только косметическое, но как вообще пришло в голову кому-то из геймдизайнеров сделать персонажа столько пассивными навыками? Единственное, что можно придумать вот для себя чисто, это дать технобойцу гранату как некий навык. Гранаты тут это отдельное технооружие с огромным временем перезарядки. И это проблема, потому что пока граната на перезарядке, боец беззащитен, если только вы сами вручную не зайдёте в инвентарь и не смените оружие на огнестрел или пиломеч. На словах звучит как бред, и геймплейно постоянная смена оружия после каждого использования гранаты это полная бредятина. А учитывая, что гранаты на самом деле очень слабые и с огромным временем перезарядки смысла заниматься подобным просто нету. Короче, интерес лично управлять вызывают только маги, но их тут толком-то и нет. Среди союзников есть только один вот прям чистый маг, у которого половина навыков это отхилы и бафы. Есть две дамочки воительниц, которые в книге были не воительницами. Это лидер клана кошек Лой Ивер и юная хозяйка гостиницы Рада. Обе в игре стали бойцами ближнего боя, причем боевые навыки работают у Лой только с кинжалами, а у Рады только с одноручным мечом или кинжалом. В качестве насмешки у обеих есть пассивный навык улучшения владения луком. Насмешка потому, что взяв в руки лук, вы лишаетесь боевых активных навыков, а других навыков на лук у персонажей нет. Разве что под конец игры Лой сможет призвать пантеру, а Рада волков. Эти навыки работают с любым оружием в руках. И в итоге интересным персонажем в плане управления в бою оказывается только Виктор. Но есть один нюанс. Он в том, что у него есть огромная страница магических навыков. И узнаем мы о ней не сразу. А о том, что качать что-то кроме магии Виктору по сути нет смысла, можно узнать только на личном опыте прохождения. С одной стороны, Виктор чисто теоретически может стать таким ультимативным бойцом. Ведь у него есть страница навыков воина техногенного, страница навыков воина обычного, страница навыков с магией дракона и страница с четырьмя тотемными навыками. Их кстати дают за прохождение побочек. Но вот с другой стороны смысла качать всего понемногу нет. Получается ни рыба ни мясо. Качать второго воина странно, качать техногенного челика, у которого нет навыков активных, это вообще тупо. Но пока ты это не попробуешь, узнать наверняка невозможно. Хотя то, что страницы навыков один в один копируют страницы навыков напарников, пожалуй намекают на их интересность. Но разве можно удержаться попробовать сделать из Виктора челика в стимпанк-броне с двуручником и мощной магией? Но всё это разбивается о реальности, где до конца игры бегая по побочкам, вы вряд ли сможете докачаться до сорокового уровня, который вроде бы является потолком. При этом за каждый уровень мы получаем лишь два очка навыков. Максимальная прокачка какого-то одного навыка требует 20 очков. А навыки посильнее открываются только на поздних уровнях. Да и вообще зачем что-то выдумывать, когда в игре нереально умереть? Персонаж умереть может, да, конечно. Но вот чтобы гейм овер, это вот потерять всю партию, а герои поднимаются, напомню, через 20-30 секунд после смерти. У меня слить всю партию за прохождение на среднем уровне сложности так и не получилось, потому что игра крайне оказалась простой и вся тактика сводится к тому, чтобы быстренько накинуться на врага, убить магов других бойцов дальнего боя и стоять добивать бойцов боя ближнего, так как они дамажат мало, но здоровья у них дай боже. Под конец игры одного вражеского воина приходится бить где-то по минуте, а то и по две. Игра до самого последнего момента пытается убить к себе интерес. При этом в отрыве от книги ей было чем зацепить в начале. Прокачка презентуется занимательно, тут тебе и статы, и ветка навыков, и еще перки раз в три уровня дают. Потом уже оказывается, что часть перков просто дает дополнительные статы, часть навыков вообще бесполезна, но начинается все за здравие. В игре сменяется день и ночь, можно отдыхать после боя и восстанавливать жизни ману, а время при этом двигается. Из книги взяли идею противочаса и часа силы. Противочас это время, когда определенная стихийная магия крайне слаба, а час силы это время, когда она соответственно крайне сильна, причем даже самый сильный маг не вступал в конфликт во время противочаса его стихии. В игре в этом всем смысла нет. Единственный стихийный маг в вашем отряде это сам Виктор, и он владеет несколькими стихиями. Вражеские же маги отлетают с пары ударов, и даже в свой час силы они дохнут как мухи. Да, на высокой сложности все не так просто, но многие бои и там легко проходятся за счет того, что врагов на открытой местности можно приманивать по одному, чтобы потом толпой запинать ногами. Не время для драконов – хорошая игра на бумаге. Кажется, что ты сможешь сделать персонажу невероятно классный билд, вкачаешь неубиваемого танка или невероятно дамажащего стрелка с огнестрелом, но даже превозмогая и специально дожидаясь открытия топовых на словах навыков, получается унылый персонаж. Потому что у игры дебаф на веселье. Это просто странный пересказ книги, сделанный кстати на движке игры Магия Крови. Магия Крови была игрой одиночной, и движок там работал хорошо. То есть, для игры по книге, где был один главный герой, выбрали движок одиночной ролевой игры, но решили, что сделать партийную РПГ будет хорошей идеей. Не получилось. Отечественный игражур в рецензиях сглаживал углы как мог, рецензии писались чуть ли не эзоповым языком, очень уж родных разработчиков не хотели обижать. Вот вроде в тексте ругают унылый открытый мир, отсутствие жизни в городах, квесты в духе собери сто пятьсот шкур волка, а в конце ставится неплохая оценка с выводом, отечественные РПГ развиваются, и если не ожидать от игры многого, то под пивко пойдёт. Судя по интервью Укьяненко, сделанное спустя несколько лет после выхода игры, рецензии не помогли, и игра всё же провалилась. Потыкать перки и навыки, посмотреть что получится было интересно, но со временем складывается ощущение, что вместо перков и навыков ты тыкаешь труп. Эдакое геймдизайнерское чудище Франкенштейна, вроде не совсем мёртвое, но и живым назвать язык не поворачивается. И на этом у меня всё. Если видео вам понравилось, то не забудьте поставить ему лайк или даже подписаться на канал. Спасибо вам за внимание и большое спасибо подписчикам, поддерживающим канал на бусте. Всем добра и до скорой встречи.